Уважаемые друзья, мы приехали на свою точку. Здесь прошла моя молодость, здесь все детство провел, и юность, бадма. Сейчас мы обучаем коня, двухлетнего, почти три года. Поэтому берем седло, и самое главное, аркан. Пошли. Вот он же, да? Не-не-не. Вон он. Вот он. Вот это. Юни, юни, красотка. Вот он. Субтитры сделал DimaTorzok Валера, сейчас надо его подтянуть, чтобы он к шее ближе, к голове Так, сейчас Валера, надо к столбу, привяжем его к столбу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Валера, туда к столбу Держи Держи Отпусти пока Отдохни Держи Вперед сделаем Вот так вот У тебя проволока есть? Теперь нужно проволока Держи 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 Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Кхе-кхе Ох! Ох! Так, ноги потяну Наба-два поделила Кудак, потяков не надо сильно лезть Сейчас бегать, сейчас и бежать 've сглаж Ох- Эй, 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 как она, перестегни Держишь? Всё, всё Я держу Пускай На, опускай Всё, подожди, подожди Пусть сидите, я подожду Подгони меня Дайте мне хвост Дай ему хвост Отходи Гоупро выключить Я держу, держу В порядок? Я держу Ты ему круто Уже хорошо С речкой дёргай немного О-о-о Хорошо Всё Здесь распускай Подбивай Подбей Подбей О-о-о-о Всё нормально, нормально, нормально Всё нормально Уже хорошо Он И-и-и Хочет сделать опять Опять спрыгни Попробуй Ну это самое сложное Это запрыгнуть на него Не, ну ещё раз Не, ну ещё раз Делай и всё И давай завязываем его там Не завязываем Здесь поставим И сено Привезём Вон тюк Вон тюк Вон тюк Вон тюк Вон тюк Если останется Вон тюк Вон тюк Пропробуй Иди сюда Задач еще все что здесь 50 все напоминает об отце ну что дело сделано короче сейчас уже завязали коня стоит контент вот так потихоньку мы обучаем потихоньку потихоньку времени нет с ним возиться мы находимся сейчас на нашей точке это называется цацанхудык цацанхудык по-русски переводится как много воды есть очень пресная вода здесь восемьдесят первом году когда я ушел в армию отец мой принял этот гурт 200 голов крс калмыцкой породы и вот здесь он начинал вот это восемьдесят первом году он посадил дерево вот стоит самая большая гера восемьдесят первом году а вот то дальше она поменьше это уже потом уже когда я уже приехал восемьдесят третьем году я дембельнулся и приехал отцу помогать с отцом мы здесь вот на этот весь на навоз который стоит это все накоплено годами сколько здесь 200 содержал здесь и голов крс с телятами получается 400 здесь вода очень пресная отец с мамой сажали огороду где вот этот новый дом стоит который мы построили уже после отца и построили новый дом за место этого нового дома был огород большой огород там было все начиная от баклажан кончая морковкой помидоры огурцы и так далее что хочу сказать отец мой постоянно воды возил стоит в стола колодца на лошади бричка была и на бричка он сделал того по салфану забил эти полиэтиленовый эти и пока вода оттуда разливалась правда но капала он довозил сюда и поливал огород эту вышку он видите вышка мы с отцом поднимали все удивлялись как бы без крана без ничего и вот отец у меня был очень такой технический грамотный папа до до работы гуртоправом 81 он работал шофером был ударник коммунистического труда и в ардийском он очень можно сказать в 57 году 59 они переехали с агономана борьбе он был а вообще вот сам отец и мать уроженки харбы дэдхош мы туда поедем немного там помолимся это наша родовая земля дэдхош это находится 11 километров от харбы что хотелось бы еще сказать земля здесь конечно глина глина здесь если дожди пройдут весенние осенние здесь невозможно проехать здесь машины и уралы буксовали трехосные все вот эти вездеходы здесь потому что здесь глина глина такое место вот такие вот дела кошару естественно отец все время латал латал это я потом его укоротил сейчас работает здесь на этой точке руслан куджигаров тоже с детства мы с ним но он помладше меня многое что с ним было пережито и переживаем охотились праздновали все праздники индюков держали здесь индюков много было каждый новый год руслан куджигаров наверное помнит как индюки здесь жирные мы лена готовила все это было прекрасно поэтому куда дальше находится наши земли но моя не наша земля как бы земля верблюжьего острова полторы тысячи гектаров я думаю дальнейшем в любом случае мы должны возвращаться к истокам по ходу от того что будем разводить естественно четыре вида скота вот план дальнейший такой что дальше будем развивать сельское хозяйство я думаю что калмыкии и вообще кочевники забываем конечно вот эти традиционные свои жизненные вот эти постулаты можно сказать постулаты жизни это то что кочевник он должен пасти скот эти степы предназначены для животноводства не для растеневодства а по ходу здесь если воды воды давать этой земле то здесь все растет все мы сажали арбузы дыни все растет дыни арбузы здесь классные я помню у китаева коля была свадьба наверное евродийского все знают китаева коля он была свадьба я ему привозил на свадьбу вот такие арбузы и все были поражены вкусом именно астраханский понятно но здесь еще слаще здесь земля очень плодородная но не хватает воды помню момент один когда батырка был бадмашка был маленький айсулька оттуда шел пожар горела вся степь вот это направление можно сказать с востока солнце оттуда прям стеной шел этот пожар бадма маленькие айса маленькая мы побежали с ведрами и вот на том бугре начали как бы останавливать этот пожар но я нас спас вот этот грейдер который идет сарпа молодежная и он там как бы пожар остановился здесь естественно вал был полный сеном ну вот так 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 то жили мы короче куфайками там куртками и так далее замечательные здесь проходили вот день рождения бадмы проходила вот на этой вот вот в этом месте здесь вот этого коня он завоевал два года тому назад на дженгариаде завоевал он не потому что он когда садик упал с коня он взял поймал этого коня отдал и тот садик первых хозяин того коня подарил ему эту коня вот он который вот на груднике есть рашид рашид похлопайте вот рашид так дальше так кости я бы вот молодца мы маленькие наедет кости вот мухараев так дальше что там а вот джеби лошадь полукровный конь ты так я без микрофона не быстрее я хочу закончить полукровный конь шурхана мухараев вот он лысый как его кличка ураган и и кстати вот эту тушу ураган зовут черного потом сосед мой надбитый этот тоже выставил коня а вот закей у него змеевский павел павлик павлик и вот там дальше иди сюда подъезжай куда не скачешь а не скачет ну какая разница а вишки а чир не конкурс вот этот коль который на котором он сидит тоже прошлом году сказал в этом году сказал 30 километров в листе четвертый место завоевал 4 но это нормально он вообще бескровный без никаких кровей ничего сусунго халимгар кехла так ну чё по разрешению наших старейшин наверное будем начинать наверно так я поду с ним поговорить один один под башку что на 3 пошел скамейка она есть нет нет и уже здесь круг специально сделали вот этот бочка стоит специально там под низом клин такой когда его перед скачками таскаешь чтобы более менее был было видно круг и уравняли землю в принципе круг неплохой он до сих пор остались метины вот так вот а вот на этом бугре черном стоял абдул кадыр тоже хороший знаток всех на их животноводческих движений вообще молодец такой был его сын магомед проживая сейчас ставропольском крае здесь на этой точке проживали кавказцы тоже муртус муртус наби сын вот это на этой точке вот отец здесь постоянно здесь была жизнь кипела они встречали собирались три-четыре семьи здесь невзирая на национальность опять же говорю кавказ и даргинцы они были сейчас я наби царство небесное пацан умер муртус тоже по моему айшат живет сейчас в астраханской области поэтому если айшат так слышал что ты смотришь верблюживост привет тебе огромный магомед тоже привет огромный и все вот этот всех позабывал но имена сакинат привет тоже это сестренка магомеда вот такие вот дела всех не упомнишь а высоцкому тоже большой привет курбан курбану это туда дальше . она сейчас там стоит сихсбаев аммани аммани а туда дальше стая артаста знаменитая вот ты и так в тумане не видно там барханы там раньше был вот а а а анджан хурул знаменитая анджан хурул там есть место такое и туда приезжает в этом году ходил туда харцерен делал паломнический этот маршрут а телесты пешком они приходили сделали небольшой молебен там проходили они вот здесь по степи анджан хурул что там еще там вот тоже воды там очень много потом есть юнтуста артаста называется это юнтуста чуть правее тоже барханистые места там до сих пор находят стрелы наконечники и так далее там подобные вещи потому что там пороп я так понимаю что в древности ну когда останавливались там войны что-то теряли может даже во время боевых каких-то действий очень много наконечников и здесь даже вот по степи бывает находят наконечники не там наверное скорее всего вода там где вода останавливать там видать там видать было такое но место где все собирались и постоянно там теряет там были помню вот здесь одна бурель ты либо на или айсана ходить того замок такой замочек маленькая отсудочка такой древний он эти вещи потом екатерина там надо екатерина точно потом один случай был я когда уже работал 28 лет проработал старшим гуртоправом на этом месте помимо того я работал еще откармывал 400 голов кастрат это я еще покажу в долане правда этого откормочного уже нету но есть следы места где мы там гость костя болдырев со мной работу ну и так далее батон еще со мной вот потом батон с батоном вместе мы погнали 400 голов кастрат в цаганаман потому что здесь было вообще травы не было перегоняли там через волгу вот я покажу в цаганамане где мы загоняли на паром по шайкам по 50 голов как они срывались как мы там их догоняли на лошадях нам было по 22 23 24 года лет нам и вот тут эпизод один расскажу я до сих пор как бы этот я принял быков плембуков плембыки были очень настоящие калмыцкие и один бык у меня пропал пропал и а в совхозу надо было восстанавливать этого быка я его искал 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 даже кого-то я там даже подрезал подозревал извиняюсь там кому-то я даже думал говорил что кто потеряет тот грешен вор он один раз грешен как бы своровал а потерявший он всех подозревает поэтому я считаю это неправильно какая-то поговорка почему кто потеряет тот очень много годами выращивать тот же баран тот же лошадей и когда у него за одну ночь ворует это все это тяжелый и вот такая момент такой момент у меня много здесь было здесь отсюда угоняли у меня баран по 150 голов отсюда воровали лошадей сколько три косяка отсюда ушло неизвестное направление а вот этот бычок он такой красивый я до сих пор его помню такой мастер и у него рога были как шило и нету нету мне пришлось восстанавливать таким тоже хорошим бычком но где-то весил где-то килограмм на 900 живым весом прям бабу бых я нашел его купил там перекупил а потом спустя уже несколько лет уже прошло я этого бычка нашел уже кости нашел он оказывается в яме там лежал и я никогда на эту яму не заглядывал а он оказывается его поранены был скорее всего он был поранен и там лег и там и сдох и получается что я мог бы совхозу вот это показать но в тот момент я не нашел этого бычка совхоз меня короче начал прессовать и короче пришлось мне отдать быка которую на которую я вообще не должен был отдавать останавливать и много таких отсюда уходила у меня в одну зиму в пургу уходило 80 голов потерял я крс 80 голов это было челгири же когда там один на свадьбе были не это были это было в роднинском свадьба у слуга то сына рафик тогда женился по моему по моему да 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 и тогда в ту ночь мы как раз на свадьбу и в ту ночь прошел такой холодный дождь с градом и скот много скотов ушли многие нашли но я вот как меня вечно не нашел короче 80 голов крс я потерял тогда и потерял что они не потерялись они конечно ушли в тот район имеют яшковых а там как бы они рассеялись кто и взял не понятно но я мне вот тогда пришлось восстанавливать 80 голов крс я восстановил совхозу ну естественно где-то докупал где-то своих короче отдал ее на ноль остался ну несмотря на это опять жизнь дальше продолжается работал слишком много много перипетий можно рассказывать поэтому не все не хочется тоже рассказывать а так в основном здесь жили живем дружно туда дальше улан-хэч там в основном работали кавказ там очень много было сакманщиков приезжали туда и вот это про сакман я тоже рассказывал короче вот этот знак видно виден отсюда там было доброго пути белые дороги у меня все время было желание его обновить это железный такой знак он очень такой красивый он сейчас заржавел но в любом случае мы доведем это дело в любом случае мы его отреставрируем и напишем там может даже верблюжью остров там хоть что можно писать потому что он никому не нужен этот знак сейчас уходит так вот такие вот дела что все я помню много черных а так вообще раньше было как тяжело загонять крес потому что мы загоняли скот почему калмыцкой поголовье калмыцкая порода коров они дикие потому что постоянно не в степи это загоняет только тогда когда берут ветеринарные обработки и поэтому тут собирались все соседи собирались и на мотоциклах то на лошади загоняли вот кошары это целая битва была представляете это было 40 градусов жары и ребята здесь в поте лица и эти коровы и тут вообще пыль страшная тяжелые тяжелые были моменты но несмотря на это мы с песнями я помню курнаю дядя андрея царство ему небесное халга халга басхамжиев потом еще как хочется быстро сказать с кем я работал это ну а алексей надбитов то оля халга сказал потом еще костя удеев это все которые вот баллана балла балла балланов сергей царство и небесное вот он умер вы еще там володя мухараев был тоже специалист на уж перечислять животноводы этого времени не хватит поэтому очень много животноводов многих уже нету на ком держалась это сельское хозяйство не то что совхоза вот на таких людях держалась как вот старые такие к с которым от которых я брал пример с которыми очень много говорил о жизни вообще это карл кусиков дядь карл анжиев дядя андрей сарангов эльдегаря дядя льдегаря дарали у дядь петя а чиро дядь сага и вот такие кавканов бадма башка и здесь точка была когда сергей его путина брал точку он здесь тоже мы на лошади часто встречались о многом говорили рассказывал но на лошади ездил здесь я вот извиняюсь если кого-нибудь кто-то будет смотреть кого-то может забыл поэтому какышев какышев звали забыл как его батона джумагалиева вот с батоном джумагалиева ну баира ангира все вот это надбитого эдик гульзиков шурик шамади очень много сегизбаев ци марат сегизбаев жулуман мирок тулешевцы тулешевцы дядь пожири очень было вспоминают когда на мотоцикле мы с отцом всегда в дала не останавливались и мой отец дружил очень с пожири дядь пожири и у него очень такая гостеприимная была жена имя извиняюсь позабыл такой чай казахский варила да и айман варила чай казахский чай у Кусикова дядь Карл до сих пор помню это и тогда чаи были совсем другие это индийский со слоном слон такой а таких чаев сейчас даже такого вкуса нет да и молоко не было такое как сейчас все покупают ставропольское было молоко прям настоящий цель настоящая натуральная от коровы которые здесь доили наши матеря здесь мама доил 25 голов коров кто сейчас поверит что моя мать дарил доила 25 голов коров и 25 голов коров доила и еще сепарировала я помогал тоже надо лена помогал но самое главное что масло молоко она никогда не продавала приезжали и зоотехники и веттехника и она раздавала вот такое было время и это можно сказать она зарабатывала буин вот что такое буин вот буин это по калмыцк это как бы сказать по-русски даже не могу перевести его это когда ты делаешь людям добро то она тебе вернется тысячу раз и вот мама всегда у меня хлебосольный отец был хлебосольный вот на этой точке что только они не делали варили все мясо угощали здесь проходил здесь один раз я помню в детстве как действия школьника был здесь семинар проходил всех собирали животноводу и отца ставили в пример как надо содержать точку потому что точку он содержал в идеальном состоянии и тогда в те времена какие годы восьмидесятые да у него здесь в сад все было сад и все росло хотя условия были одинаковы но он был трудоголик постоянно все работало все в действии всегда не сидел на месте все время работал 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 поэтому очень жилистый был задача